Трасса Р-94 Брест-Домачево попала в зону особого внимания сотрудников областной госавтоинспекции не случайно. На всем протяжении по обе стороны шоссе много дачных участков и населенных пунктов. По обочинам дороге активно передвигаются пешеходы и велосипедисты, главные герои милицейских сводок, особенно в последние дни. С начала года зарегистрировано 146 дорожно-транспортных происшествий, в которых 29 человек погибли и 126 получили ранения, травмы различной степени тяжести. Хочу сразу отметить, что практически каждое второе ДТП происходит по вине пешеходов, из которых опять же каждый второй является в нетрезвом состоянии. Основная причина дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов и велосипедистов – игнорирование правил дорожного движения, а также отсутствие в темное время суток световозвращающих элементов на одежде пеших участников. Отдельная проблема – нетрезвые пешеходы. Сегодня это настоящая головная боль водителей. Все говорят, что пешеход прав. Не носят фликеры, ничего такого не носят. Бывает, что едешь незаметно, туман. Всякое бывает. Не знаю, может, какие-то беседы профилактические со взрослыми, потому что, ну, хотя со взрослыми, дети ходят без фликеров по вине взрослых, но это понятно. Ну, почему взрослый идет без фликера, это непонятно. Вы сами ходите с фликером? Конечно, и ребенка своего заставляю с фликером, не отпускаю пока. И не разрешаю ходить по проезжей части, только по тротуару. Даже по телевизору показывают, когда вот человек, обозначенный фликерами, его можно увидеть за 100 метров там или за 50 метров. А так, что ты увидишь его? Когда упрешься, бамперовый вот самый. Вот и все. А так, конечно, должны быть. Они все обозначены. Отдельная тема – велосипедисты. Для жителей небольших поселков в пригороде Бреста двухколесная техника – основное средство передвижения в любое время суток и иногда, независимо от сезона. Поэтому соответствие его оборудования требованиям правил дорожного движения – это не просто формальность, а вопрос личной безопасности и сохранения жизни и здоровья. Это очень опасно и для человека, и для того, кто едет навстречу или, допустим, не видно просто. Когда темно, могут фары осветить, и человека можно не увидеть, просто налететь на него. Не всегда успеваем в дневное время, поэтому приходится вечером ехать. Ну, чтобы для безопасности. Вот оборудовали, как смогли. Еще одна проблема – поведение нетрезвых велосипедистов и пешеходов. Они ведут себя нелогично и неосторожно. Особенно, когда местом отдыха выбирают проезжую часть. Такие аварии заканчиваются тяжелыми последствиями. Госавтоинспекция призывает водителей не оставаться равнодушными. Если вы заметили человека, который либо идет по проезжей части, сидит, лежит, неважно, вы должны остановиться и принять меры для того, чтобы этого человека не убрать, ну, скажем, спасти этому человеку жизнь. То есть, вы должны позвонить в дежурную часть ГАИ, либо по 102, либо 41-44-44 и сообщить, что в таком-то месте находится такой-то человек. Как показывает практика, цена жизни пешехода сегодня практически равна стоимости фликера. Для велосипедиста она немножко дороже, как минимум по цене светоотражающего жилета. Но кто-то жалеет даже на это. А зря.